МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марина Николаевна, мы слышали о том, что Вы пришли некую методику сока. Можете, пожалуйста, рассказать об этом? Что это за методика? В чём она заключается? Методика СОЛА, или СОЛЯ, если её название, она позволяет изменить судьбу человека. Как говорится, это взлом судьбы человека. Чтобы объяснить более простым языком, ненаучным, это то, что позволяет изменить жизнь человека. Многие люди говорят, что от судьбы не уйдёшь, или у меня какая-то несчастливая судьба. А почему несчастливая? Что значит несчастливая судьба? Почему у кого-то счастливая, а у кого-то несчастливая? Откуда вообще это берётся? Ведь мы все пришли на эту землю, чтобы быть наверняка счастливыми людьми, а не несчастными. Так вот, как раз-таки проблема в том, что часто люди проживают не свою жизнь. Что значит проживают не свою жизнь? Любой ребёнок, когда он рождается, он попадает в семью, его окружают определённые люди, родственники, друзья, школа, учёба и так далее. Ну, в принципе, как у всех людей. И ребёнок, он начинает копировать своих родителей, ведь родители являются эталонами для каждого ребёнка, потом родственников, друзей. И так у человека возникают некие авторитеты в жизни. То есть не личные примеры, а авторитет. И человек, можно сказать, он копирует двигательные, да, там, мамы, папы. Вот часто можно в жизни услышать от людей, я не хочу прожить жизнь своей, там, мамы, но при этом человек проживает точно такую же жизнь. Откуда бы это? Вот как раз-таки методика СОО, она позволяет жить свою жизнь, а не жизнь авторитетов. Спасибо. Марина Ганна, а можете сказать, что лично для вас, вот уже сейчас, изменилось после прохождения этой методики? Какие есть изменения на сравнении? Что было до, что вы увидели, поняли сейчас? Ну, что было до? У любого человека есть ряд задач, с которыми он не может справиться. Ну, в жизни какие-то ситуации, там, что ты теряешься, может быть, ты боишься, там, страшно взять на себя ответственность, да. Ну, это есть у любого человека, то есть, ну, различные ситуации, различные задачи, с которыми он никак не может справиться. Хотя, казалось бы, у него всё для этого есть. Он вроде бы и умеет это, но вот не может достичь результата. Почему? Потому что у него есть вот эти вот самые двигательные, да, которые он накопировал когда-то у своих родственников. То есть, стоит задать себе вопрос, а кто в вашем окружении делает точно так же? То есть, кто боится? Кто отказывается от выполнения задачи, да? И из-за этого, вот что могу сказать по себе? Ну, честно, я даже и не знала, наверное, о себе такого, то, что мне позволило увидеть эта методика. Когда ты видишь, что ты скопировал там двигательные там своего папы ещё тогда, когда тебе было 6 лет. Ну, попробуйте вспомнить себя в 6 лет. Вот какая-то ситуация, ну, какое-то событие, оно оставило свой отпечаток. И это повлекло к тому, что я отказалась быть женщиной. То есть, в пользу, ну, можно сказать, там, профессионала или чемпиона, который, ну, будет достигать результатов, но только не быть женщиной. Да, потому что, ну, вот женщиной, так сказать, ну, не знаю, невыгодно быть, да, или там сложно, или ещё как-то. То есть, вот, какая-то ситуация в детстве, она повлекла последствия на всю жизнь. А от этого ты не можешь построить свою жизнь личную, да, ну, если нас Бог создал женщиной, да, там, меня создал женщиной, значит, я должна быть женщиной, а не мужчиной или, там, каким-то чемпионом. Но какое-то, какое-то событие в жизни, какая-то ситуация, да, вот она оставила такой отпечаток, что, ну, ты отказался быть женщиной. То есть, и там был вообще ряд моментов, и друзья, и родственники, да, от чего мыслишь, что ты не можешь быть счастливой. Вот я всё время думала, что, ну, счастье — это не про меня, точно не в этой жизни и не на этой планете Земля. Ну, потому что в моём окружении женщины считали точно так же. Вот откуда вы это. И что позволяет эта методика — это прожить свою жизнь, убрать вот эти все двигательные, всё это, что когда-либо вы накопировали у других людей, и проживать свою жизнь. Знаете, не так давно мне одна женщина, ну, это же, какой же, ей 53 года, мы с ней разговаривали по скайпу, она говорит, Марина говорит, знаете, вот мне 53 года, вот я всю жизнь хотела заниматься своим делом, я мечтала о том, о сём. Ну, я пошла учиться туда, куда мне сказали родители, я пошла замуж, родила детей. И, ну, это всё, безусловно, прекрасно, но она говорит, что я прожила не свою жизнь. Она говорит, мне 53 года, и я понимаю, что это не моя жизнь, это жизнь моих родителей, что я бы прожила свою жизнь по-другому. Так вот, ну, эта методика позволяет прожить свою жизнь, а не маму, папу, подруге или там, не знаю, чью-либо. Спасибо. А что бы вам могли порекомендовать людям, которые собираются пройти эту методику? Ну, в первую очередь, не врать себе, потому что, когда её только начинаешь проходить, возникает, ну, некое сопротивление, то есть ты не согласен, нет, ну, как это, так не бывает, этого не может быть, у меня нет авторитетов, да, то есть это все мои двигательные, но когда тебе вот начинают прикладывать ряд измерителей, задавать какие-то вопросы, и оно всё вот, ну, складывается, да, что так оно и есть, ну, и тут ты понимаешь, что это так. То есть, ну, можно обманывать себя очень долго, да, то есть, ну, опять-таки вопрос в том же, кого вы обманываете. Поэтому я бы порекомендовала эту методику тем людям, которые хотят прожить свою жизнь, которые хотят достичь результатов в жизни и достичь того, чего хотят они, о них родители, или потому что, ну, так принято в обществе, или, ну, там, если они не будут делать то, что им говорят, то про них не так подумают, да, то есть подумайте о том, что о вас никто не думает. Ну, по факту, кто о вас думает? Он раздают советы каждый день люди, которые даже не несут ответственность за свои советы. Поэтому каждый в ответе за свою жизнь, да, и за свою душу перед Богом будет отвечать сам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!